Даже в субботу студенты на русском не скучают. В этот раз поводом собраться вместе и проверить себя стал тотальный диктант. Дальневосточный федеральный университет – одна из основных площадок ежегодной всероссийской акции. Волнительно очень, потому что вроде как все знаешь, а вроде может попасться какой-то текст очень сложный. Организаторы успокаивают. Диктант классический, как было и есть в средних школах с советских времен. Но имеется и приятная особенность. Отличие только одно, что сегодня во Владивостоке совершенно роскошный писатель Евгений Германович Водолазкин, лауреат всех возможных российских премий, один из самых переводимых на иностранные языки русских авторов. Евгений Водолазкин – автор тотального диктанта 2015 года во Владивосток приехал впервые. Признается, город очаровал его сразу. В прошлом году Владивосток был столицей всероссийской акции. В нынешнем текст для нее подготовил приморский писатель и журналист Василий Авченко. Он прочтет его лично в нынешней столице тотального диктанта о Нижнем Тагиле. Текст посвящен исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. Лишь в 1947 году, когда Арсеньева уже не было в живых, тигра в Советском Союзе наконец взяли под защиту. Вскоре он стал гордостью и символом приморья. Уже после для участников аудитории и тех, кто пишет диктант онлайн, текст читает Евгений Водолазкин. Офицеру, ученому, писателю, путешественнику Владимиру Арсеньеву тесны рамки какого-то одного ведомства. Писатель признается, его текст 2015 года посчитали слишком сложным. Уверен, к работе его коллеги у участников диктанта вопросов будет меньше. Как вполне достойный, как текст, который можно и нужно хорошо написать. И я думаю, что с результатами все будет в порядке. И вот диктант окончен. Участники отдают свои работы волонтерам и делятся впечатлениями. Я на пятерку написал. Почему вы так уверены? Ну, не знаю, мне показался очень простой текст. И эту тему я очень хорошо знаю. Недавно были на спектакле, именно по «Овсвященному Арсению». Я уже ни на что не надеюсь. Что самое сложное было? Ну, много что было сложного и одновременно много чего было легкого. Ну, допустим, некоторые слова и словосочетания, запятые эти еще проблемы. На какую оценку рассчитываете? На пятерку. Я все знаю. Так уверена в себе. Природная грамотность. Очень люблю русский язык. Вместе со студентами диктант в ДВФУ писали и люди старшего поколения. Диктовкой остались довольны. Прекрасно читал. Если бы все так читали, мы были бы все грамотными и писали бы на отлично. Мы, конечно, тоже поучаствовали в диктанте, написали текст и надеемся на самые прекрасные оценки. И уже скоро, после 12 апреля, все участники тотального диктанта выяснят, насколько хорошо они знают родной язык.